В Москве в 2023 году должен появиться экотехнопарк. Это комплексный объект по обращению с отходами первого и второго классов. Проектная документация уже прошла, все государственные экспертизы получены разрешения на строительство. Госкорпорация Росатом подвела итоги реализации национального проекта «Экология» за этот год. В Москве прошло расширенное заседание Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации Росатома. Его участники обсудили итоги реализации нацпроекта «Экология» в 2021 году. В частности, работу по трём федеральным проектам. Это инфраструктура для обращения с отходами первого и второго классов опасности, чистая сторона и сохранение озера Байкал. Сейчас ведётся активная работа по созданию сети современных экотехнопарков по переработке отходов первого и второго классов опасности во вторичные продукты. То есть будут созданы предприятия по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Причём эти технопарки будут оснащены лучшими российскими и зарубежными технологиями, отвечающих принципам экономики замкнутого цикла. Мы с вами, конечно же, понимаем, что ни один федеральный проект не может в наше настоящее время проходить без общественного контроля. Это как обязательное условие в целом выполнения любых наших проектов глобальных, грандиозных, федеральных. И здесь как раз выстраивается работа как и с местным населением, так и на уровне органов власти, так и на федеральном уровне. Прорывом назвали рекультивацию крупнейшей в Европе свалки. Мусорный полигон в Челябинске существовал более 70 лет, площадь которого достигла почти 75 гектаров, а высота скопившихся отходов 45 метров. При этом свалка практически вплотную подошла к жилым кварталам города. Ее граница располагалась всего в 700 метрах от домов. А поэтому в России впервые реализовали комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду. Были применены все наилучшие референтные мировые решения. Была создана активная система утилизации биогаза. Также была отдельно создана система очистки фильтратов. Таким образом, мы в этом году опережающими темпами уже в сентябре завершили работу. Говорили и о промежуточных итогах федеральной системы контроля за обращением с отходами первого и второго классов. Она позволит контролировать потоки движения отходов с момента образования до места обработки, обезвреживания, утилизации или размещения. В этой системе уже зарегистрировались около 500 участников.